Глава 15. Изменение цены рабочей силы и прибавочной стоимости. Вообще, Маркс начинает То есть, того, что разбирает, что такое стоимость рабочей силы и сколько она стоит. Сразу дается основные понятия и разделение. О чем? О том, что рабочую силу мы берем среднюю, потому что мужчина-женщина затраты чуть-чуть разные, ребенок тем более. Плюс для конкретного времени, конкретной эпохи. Потому что мы понимаем, что во времена Маркса ездили на каретах, сейчас едет на машинах. Эпоха другая, потребности другие. И стоимость рабочей силы будет чуть-чуть другая. Также Маркс для упрощения берет эту рабочую силу мало того, что среднюю, он еще ее берет с двумя условиями. Первое, что товары продаются по своей стоимости. А второе, что цена рабочей силы может быть выше, но не может быть ниже. Из этих двух пунктов можно взять и написать прямо сейчас две новые статьи по поводу усовременнивания марксизма, сделать его более актуальным и современным. Первое, что товары по своей стоимости продаются. Сейчас у нас не так. Допустим, берем квартиру. Квартира покупается в ипотеку, соответственно, покупается в цене в два, иногда в три раза больше своей стоимости. Квартира покупается в стоимости цену. Никто не путает. Ты сейчас путаешь. Потому что ты берешь цену, но не стоимость. Ладно, давай проедем, это оставим для дискуссии, потом поговорим. И второй момент, что цена рабочей силы может быть ниже стоимости рабочей силы. То есть, когда у нас человек работающий получает, грубо говоря, меньше, чем прожиточный минимум. У нас, как ни странно, такое бывает, случается. Было это во времена Маркса, он для упрощения это убрал. Мы это можем взять, рассмотреть и посчитать. Как у нас человек, получая меньшее морота, умудряется жить на такую зарплату. Итак, берем первый пример, с чего начинает рассмотрение Маркс. Это когда рабочий день наш, вот эта картинка пресловутая, которую мы вечно рисуем. Я сразу две нарисую картинки. Это времена Маркса, когда работали по 12 часов. А это наши времена, когда работали по 8 часов. Первое, что берем, это длина рабочего дня, это константа. То есть, она неизменная. И интенсивность труда тоже неизменная. То есть, рабочие трудятся примерно одинаково на протяжении всего дня, и это не меняется. Продолжительность рабочего дня постоянная. Интенсивность труда и там, и там постоянная. Но мы берем в качестве переменной увеличение производительности труда. Внедряем в производство новые технологии. Соответственно, производительность труда повышается. И за это же время, с такой же интенсивностью, мы получаем больше товара. Что происходит? Ну, во-первых, в каждую единицу товара включается меньше труда. Соответственно, за счет того, что труда меньше выкладывается, получается товара больше, по цене меньше. Соответственно, прибыль у предпринимателя растет. То есть, при, опять же мы это рисовали, при увеличении производительности труда, вот эта часть зарплатная падает, а часть прибыли растет. Что при марксе, что сейчас? Тогда было 6 часов, сейчас 2 часа. Внедряя новые технологии, мы сокращаем, мы получаем больше прибыли. За счет получения больше прибыли, меньшая часть этой прибыли достается в качестве зарплаты рабочим, и большая часть уходит в качестве прибавочной стоимости капиталисту. Сразу же такой маленький пример. Завод. Недавно одна девочка у нас в партии посчитала. Завод выпускает фильтры. Она посчитала, что если мы возьмем всю прибыль завода, отнимем вот этот фонд заработной платы, выделим оттуда только зарплату рабочих, то получается, что за счет того, что у них новый завод сейчас по фильтрам запустили, они свою зарплату вырабатывают за 56 минут в день. То есть всего 56 минут. Еще недавно мы говорили про 2 часа в день, а тут уже на некоторых заводах 56 минут. То есть увеличение производительности, вот всю эту часть большую относит к прибавочной стоимости. То есть то, что получает в карман капиталист. Есть здесь маленькая такая хитрость. Маркс приводит на примере Рикардо, что он это слишком прямо понимал. Хитрость в чем? Когда вот эта часть сокращается, это увеличивается, она увеличивается не порционально. За счет того, что количество продукта, товара, выпускаемого все больше, вот эта часть начинает играть все меньше и меньше ее значения. Поэтому мы можем, в принципе, видеть резкий переход от двух часов до одного часа буквально необходимого. Это первый вариант рассмотренный. Берем второй по Марксу. Продолжительность рабочего дня остается у нас все та же. Что тогда? Что сейчас? 8 часов, 12 часов. Технология какая была там, какая здесь осталась. То есть работаем на тех же станках, на том же производстве. Но начинаем трудиться более интенсивно. То есть заставляем людей быстро-быстро-быстро бегать и двигаться. При более интенсивной работе у нас повышается количество выпускаемого товара. Но при этом в каждом единице товара выпускаемого будет такая же цена, такая же доля и такие же трудовые усилия вложены, как и при обычном нормированном труде. То есть мы получаем более количественное изменение, не качественное, а количественное. И смотрим, как это все отражается на зарплате. Во-первых, так как товаров получается больше, зарплата может вырасти. А может и не вырасти, может остаться та же самая. Хороший пример. На заводах Форда он, когда внедрял свое первое производство, у него, да, действительно заработная плата была более высокая, чем на остальных заводах. Но интенсивность труда у него при этом была тоже высушена. Вот он ровно по такой же схеме и работал. Опять же, вот эта часть, которая прибавочная стоимость, которая идет в карман капиталисту, за счет того, что здесь больше товара получается за счет интенсивности труда, соответственно, больше капиталист получает прибыли. Но опять же, если интенсивность слишком высокая, то и рабочая сила становится дороже сама по себе, даже без поднятия заработной платы. Логика простая. Если ты больше трудишься, тебе надо, соответственно, больше ресурсов для жизнеобеспечения. Банально, у тебя быстрее значивается здоровье, ты должен идти к доктору покупать таблетки. Покупаешь таблетки не стоит дорого, значит, соответственно, ты больше должен зарабатывать. В принципе, эта тенденция осталась и до сейчас, да, народная поговорка, что работаешь на таблетки. Чем больше напряжения работаешь, тем хуже у тебя здоровье, тем больше ты тратишься на лекарства. Рассмотрим третий еще вариант. Мы его уже частично рассматривали. Опять 12, 8, 0. Интенсивность труда у нас идет такая же, не меняется. Техническое оснащение не меняется, производительность труда не меняется, за счет чего можно повысить прибыль. За счет длиннее рабочего дня, то есть рабочий день у нас перестает быть константой. Опять же, пример очень показательный, существующий до сих пор, да. Берем статистику, смотрим, после кризиса 2014 года у нас сверхурочная работа все больше растет и растет. Там что-то доходит около 2,5 часа, по-моему, по статистике переработка. То есть переработка растет. То же самое было и у Маркса, он там пример приведет, мы чуть ниже оговорим, когда тоже капиталисты стремились удлинить рабочий день, чтобы рабочий успел создать больше товара за это время. Что происходит с рабочей силой, которая у нас то за 6 часов была в то время, сейчас у нас 2 часа. Мы больше в день работаем, соответственно, надо больше денег. У тебя одежда больше изнащивается, опять же, здоровье больше изнащивается, нужно на врачей. Банально, ты поздно на работе задержался, автобусы не ходят, едешь на такси. То есть рабочая сила становится дороже. Плюс работники быстрее мрут за счет плохих условий труда. Соответственно, их надо обновлять новые работники, новые вложения в их обучение. То есть дополнительно расходы. То есть при удлинении рабочего дня рабочая сила у нас становится дороже. Это третий пример. Дальше вот из этих всех трех основных законов, когда мы повышаем сначала только производительность труда, потом только интенсивность и третья продолжительность труда, можно создавлять любые комбинации. То есть как у нас было в школе на физике, из-за термо, из-за хора, из-за бара, вот мы их складываем и получаем. И Маркс приходит к четвертому пункту в этой главе, когда он говорит, что в принципе все эти факторы, как правило, работают одновременно. То есть капиталисты рабочий день стараются удлинить, их пытается интенсивность труда повысить и технику, глядишь, обновить, может быть, будет хорошо и полезно. Собирая все это дело в одну кучку, какой можем сделать вывод? Вот если у нас рабочий день удлиняется, как правило, у нас падает интенсивность труда. Человек должен силу сберечь до конца дня, нельзя 12 часов работать там, постоянно бегая с выпущенными глазами. Если у тебя рабочий день 12 часов, ты будешь ходить помедленно, перекуры делать почаще. То есть интенсивность от этого падает, от продолжительности дня. Соответственно, удлинение рабочего дня у нас приводит заодно и к снижению интенсивности и, соответственно, количеству производимых товаров, если мы говорим о товарах. В этом плане, если мы не обновляем технику на более новую, совершенную и производительную, соответственно, пытаясь снивелировать эти две вещи, мы пытаемся получить больше прибыли. Так, 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 что-то я немножко запутался. Вот тут как раз идет этот самый момент интересный. В Англии в 1799 по 1815, да, это вот как раз наполеоновские войны, когда шли, как раз Наполеон уже из России был выгнан, все дела. Да, в Англии был большой-большой кризис. Как бы мы сказали сегодня, у них была фактически инфляция, когда цены у них росли. У них росла одновременно зарплата номинальная, то есть количество денежных знаков, и росли цены на все товары. Но по факту при этом материальное содержание заработной платы, оно снижалось. То есть за большее количество денег можно было купить меньше товаров, чем вы покупали до этого. Опять же, да, прошло 200 лет, у нас уже 2019, почти 2020, а проблема все то же самое. Берем нашу статистику, 2013 год, последний докризисный год. И по сегодняшний день покупательная способность и содержательная часть заработной платы с 2013 года постоянно снижается. Она не растет. То есть, смотрите, цены растут, все видят, зарплаты номинально растут. То есть в расчетке у нас циферок все больше и больше количества. А покупательная способность ниже, чем в 2013 году. Вот точно такой же пример был в Англии 200 лет назад. Да, это инфляция. То есть инфляция, это когда растут все цены, кроме цены рабочая сила. Рабочая сила дешевеет, все остальное растет. Вот, с гражданами. В честном случае инфляции. Вот это как раз. Рассквально, это ограничение денежной массы. Нет, это эмиссия. Нет. Да, это эмиссия. Ты диктуешь мне сейчас учебник за 8 класс. Мы как раз разбирали тут на днеах. Это значит, это и учебник за 8 класс. Не знаю, там написано. Выпуск денег, это увеличение денег, это увеличение денег. Да, это увеличение денежной массы. Да, эмиссия приходит. Если это одновременно сопровождается повышение покупательной способности, либо сохранение на тот же уровень, то это не ведет к эффектам описанного торговли. Это не ведет к инфляции, правильно? Денежная масса у тебя будет больше. Инфляция есть. Но покупательная способность одновременно не падает, если она компенсируется в едином причине. Ну, другая причина, это единство. У тебя становится больше товаров, тебе надо больше денег для их приобретения. Ну, не важно. У тебя больше товаров, у тебя надо больше денег для их приобретения, правильно? Нет. Да. Ну, а как ты будешь покупать товары, если у тебя нету на них денег? Увеличение денег для массы одновременно с увеличением покупательной способности. То есть, деньги стоят дороже. На них купить можно больше, но ту же самую сумму. Если у тебя продавательность, то удары все быстрее, чем рост денежной массы. Такое редко, но бывает. Ну, хорошо, да, бывает. И как это связано с тем, если не все денег? Инфляция более сложная, это самое. То есть, я... Смысл заключается в себе, чем он сказал. Так это не инфляция. Да, он тоже, по-моему, не будет. Я к тому, что неправильно ее жестко связывать. То есть, это как распространение определенных механизмов объема части заработной платы. То есть, инфляция, это... Она может поступать в таком качестве, но не дает. Вообще, есть работа, где как раз такой механизм используется для понижения заработной платы. Теоретическая работа, не помню кто автор, неважно. Не об этом речь. Давайте мы пока это отложим на дискуссию и вернемся к нашим капиталам. Да, и там, и там, и там, в принципе, картинка, что сегодня, что тогда одинаково. Рабочий день и рост, что тогда, продолжительность рабочего дня, что сейчас растет. А номинальное количество товаров, которые можно купить за эти деньги, сокращается. И тут переходим ко второй части этой подголовы. Когда у нас рабочий день не увеличивается, становясь больше, а он сокращается. Что у Маркса 200 лет назад был вопрос, что надо 12-часовой день сокращать. Что сейчас нам надо ставить точно такой же вопрос о сокращении 8-часового рабочего дня. До, допустим, 6 часов. Забегая вперед, если мы говорим о развитии производства. Сейчас у нас рабочий свою зарплату вырабатывает за 56 минут. То есть, в принципе, мы не то, что до 6 часов. Мы можем подумать о сокращении до 2-х часов, допустим. Или до 4-х. То есть, даже не до 6-ти уже. Если это вы сделаете при прежней интенсивности, у вас будет падение экономики? А вот нет. Маркс как раз пишет о том, что при сокращении рабочего дня, как мы говорили, да, при увеличении рабочего дня... Ты сам, интенсивность, занимающая много времени. Соответственно, чтобы удержать экономику на том же уровне, вам нужно либо повысить одновременно интенсивность, либо корреспределить доходы в свою сторону. Смотри, правильно. Еще раз. Есть возможность изменить производительность труда? Производительность труда уже такая, чтобы вы свою зарплату... Конечно. Производительность труда уже и такая, чтобы вы за час вырабатываете свою зарплату. От того, что сокращается рабочий день, интенсивность как раз растет. Мы говорили об этом. Когда увеличивается рабочий день, интенсивность труда падает. ты неосознанно начинаешь работать медленно. Грубо говоря, если ты 8 часов таскаешь мешки, это одно, ты будешь их с перекурами таскать. А если ты пришел на работу 2 часа поработать, ты можешь и бегом поноситься с этими мешками. А учитывая, что зарплата за час своя окупается, можно и час поноситься с этими мешками быстро. То есть интенсивность растет. У человека, опять же, мозг более интенсивно работает, он не загружен, не устал, он хорошо выспался. Это меньше ошибок, меньше нарушений техники безопасности, меньше износ человека. Ему надо меньше работать на лекарства, в конце концов. То есть при сокращении рабочего дня интенсивность можно повышать. Единственный такой вопрос, да, вот сейчас час, ну, допустим, на 10 лет вперед забежим, когда рабочий день, необходимая зарплата, или вот как сейчас, опять же, по некоторым сведям, в Японии буквально за 10 минут вырабатывают свою зарплату. А какой должен быть продолжительность рабочий день? Ну, как-то глупо прийти на работу, 10 минут поработать и уйти. То есть мы уже где-то сейчас существуем на той грани разумности, то есть на сколько часов имеет смысл ходить на работу. Ты видишь свои домства, а что Маркс по этому поводу? Маркс как раз про это и пишет. Ну, так вот, и что он-то предлагал, пока непонятно. Маркс пишет о том, что, понятно, мы не должны бежать только вот за этой частью, да, за своей зарплатой. Дело в том, что при социализме в том числе, надо еще некую часть отрабатывать на увеличение фондов общественного потребления, например. То есть для общего, как раз о чем мы говорили в экономических проблемах социализма в СССР, да, то есть надо увеличивать количество благ, надо увеличивать процесс производства. Сейчас ты путаешь общественный необходимый труд и расширенное воспроизводство, потому что Маркс – это именно, грубо говоря, воспроизводство средств производства. Общественный необходимый труд, по сути, значит то, что вы должны провести столько, чтобы на следующем цифре производства у вас не было, ну, была возможность провести столько же. Все, что выше этого, может, это прибавочная стоимость, и она может распределяться разными способами. Вот, если вы пускаете, там, я не знаю, на прибыль капиталиста, на расширение фондов общественного производства, это уже расширенное воспроизводство. Если вы просто работаете так, чтобы, грубо говоря, завтра жить так же, как вчера, то это простое воспроизводство. Правильно, совершенно верно. О чем пишет Маркс в этой главе? Что сокращение рабочего дня, к минимуму, при капитализме невозможно. Поэтому, опять же, он забегает вперед, да, что необходимый рабочий день, когда он может сократиться, действительно, там, до двух часов в день рабочий, он может быть уже только при социализме, при капитализме, он не может быть. В чем смысл? Дело в том, что при капитализме, вот эта вторая составляющая рабочего дня, это прибавочная стоимость, которая ложится капиталисту в карман. А при социализме эта часть тоже нужна, да, но она как раз нужна для общественных фондов. То есть нельзя сводить к тому, что вот сейчас доставлен коммунизм, да, и мы будем работать, сколько там нам положено только на свою зарплату. Ничего подобного, нам надо будет все равно работать побольше, но, опять же, как мы смотрим, да, при Марксе 6 часов на свою зарплату, сейчас там от 2 до 1 часа, в будущем там 10 минут хватит, но рабочий день у нас не сокращается, у нас как 8 часов был, так и остался. Если бы не революция, было бы и 12 часов. И опять же, динамика увеличения рабочего дня. То есть, если это получение максимальной прибыли, максимальной, и от этого никуда не денешься? Не только прибыли. В этой же главе Маркс замечает очень интересную вещь. Вот эта же часть, это же не только прибыль. Прибавочный продукт, прибавочная стоимость, но это еще и прибавочное время. Мы это тоже разбирали в предыдущих главах. И Маркс говорит, что при капитализме время одного класса создает свободное время и предоставляет жизнь другому классу. То есть, пока вы вот это время трудитесь, вот это дополнительное все, за счет вашего времени, которое вы тратите на работу дополнительно, свою личную жизнь тратите, этим временем распоряжается капиталист. Он за это время не работает, он может себе позволить все, что угодно. То, что ему казалось, банально ему там надо было бы дома у себя подмести пол, он этого не делает. Делает это кто-то другой. То есть, он ваше время превращает в свое. Отсюда простой вывод. Существует только два класса. Один поглощает чужое время, а другой в свое время личное дает на потребление другого класса. Замечательно. Теперь отменяем класс капиталистов, возвращаемся обратно к пещеру. Потому что, скажем, ну тогда вы отменяете, грубо говоря, всю науку. Все? Нет. Все занимаются только тем, что, грубо говоря, зарабатывают на себе и на жизнь. Что вот, как бы, пошел, убил, съел. Нет, основные фонды. Основные фонды. Стал много толковать Маркса, вместо того, чтобы нам его самого довести. Понимать, да, о чем написано. Внес сюда в это. Нет, нет. Это прямая цитата из Маркса. Что время одного класса создает средства жизни для другого класса. А потом вы этот класс объявляете, грубо говоря, капиталистом? Видишь, как он тебя разделывает? Как он тебя разделывает? За то, что ты как все так за языки будешь толковать. Кстати, по времени есть в конец этого времени, что получает, что понятие на время начать эксплуатации. Есть фим, не помню, как называется. Там, послепающий вас. Там, как называется, время. Да. Там, где работаешь, пока работаешь, не с мемой ты живешь. В руке там, прям пока, да, что такое. Жить легко. Вы забегаете немножко вперед, не дослужив и до конца главу. Дело в том, что, чтобы такой ситуации не было, в этой же главе у Маркса есть предложение и простое решение, что необходимое рабочее время должно быть равномерно распределено по всему обществу. То есть, пожалуйста, хочешь быть ученым, хочешь быть инженером, сходи полчаса прометти улицу, двор, физическим трудом займись, чтобы за тебя-то кто-то другой не делал. Мы тоже проводили в Советском Союзе и по этому поводу даже стихи сочиняли. Насколько я помню, Киркуй помашет, попишет стихи. То есть, попытка ученым вручить в руки Киркуй, заставить его в каменнолуне, ничем хорошим не заканчивается. То есть, не надо упираться в ту ситуацию, что все принципиально должны в течение дня часть работать физическим трудом, часть работать умственным трудом. Потому что разделение труда это на самом деле хорошая вещь и она достаточно нейтральная. Но если вы пытаетесь вести все в таком примитивном коммунизме, у вас, по-моему говоря, это не просто примитивный. Это то, что написано у Маркса. А если мы забежим вперед и забежим к Ленину, то Ленин говорит мало о том, что каждый должен заниматься мало о том, что им необходимым трудом для производства, а всю остальную часть пускать на науку или искусство, что ему нравится. Ленин говорит, что еще каждый человек должен стать бюрократом и часть рабочего времени тратить на занятия государственными делами. То есть, быть бюрократистом, только так можно и защитить бюрократизм государства. а участвовать в управлении. В управлении, да, обязательно. Вот и бюрократическая работа. Это принципиально разная вещь. Ну, хорошо, давай будем называть государственным управлением. Каждый должен заниматься. Каждый, правильно или не каждый? Дело принципиально, потому что через участие в управлении он получает необходимую информацию. Соответственно, это такой механизм общей координации действий. Но каждый должен. Грант, это, грубо говоря, человек, который сидит и принимает, грубо говоря, какие-то решения. Каждый должен или не каждый? Участвовать в управлении должен каждый, но про бюрократства он не должен. Так же и в создании общественных фондов должен участвовать каждый. Это у Маркса, это не у меня. И последний пункт. У общественных фондов Маркс говорит, что при капитализме, точнее, он говорил, что капитализм принципиально ориентирован на расширение воспроизводства. При социализме, друг к коммунизме, это не обязательно. То есть, если вы решите обществом, что вам, в принципе, уже хватит того уровня, который вы достигли, то вы, переключаясь на простое воспроизводство, дальше так живете, пока не решите что-то оправданное. То есть, отпадает вот эта необходимость принципиально расширения. Так нельзя, так не бывает. Это вообще не относится к этой главе. Давай сейчас чуть потом последнюю мысль доведу, и потом вернемся к остановке развития общества. Экология. В этой главе есть очень интересное окончание про экологию. Вот это все дополнительное время, это дополнительные товары, продукты, которые тратятся при производстве. Они присваиваются капиталистам, точно так же, как прибавочное время, прибавочная стоимость, так же и те ресурсы, которые были потрачены на это производство, присваиваются капиталистам. Это приводит к безмерному расточению общественных средств. Не просто природных средств, это общественные средства. Мы живем на этой планете, все, что на ней есть, это наши средства. Они не средства природы, они средства общества. И капиталисты вот эти вот дополнительные средства, он просто зашигает для получения сверхприбыли. Поэтому Маркс об экологии говорит более широко, что это расточение не просто бережливое отношение к экологии, это еще безмерное, бесполезное расточение общественных богатств. Вот на этом все.